Всем привет! Давайте с вами сегодня приготовим очень вкусную закуску по-корейски. Это хе из сазана. Сазан более мясистый и жирный, чем щука и судак. Поэтому для этого рецепта я всегда предпочитаю покупать именно эту рыбу. Для приготовления хе рекомендуется использовать филе крупного сазана весом около 3 килограмм. Однако и рыба меньшего размера может быть использована для создания этой закуски. Считается, что для хе нужно брать исключительно свежую рыбу, не подверживаясь замораживанию. Ну что, друзья, давайте начнем готовить. Итак, я взяла филе рыбы. Я его разрезаю на три части. Далее каждый кусочек рыбы я нарезаю очень мелко. Такую закуску можно приготовить и подать на любой праздничный стол. Подготовленную рыбу отправляю в большую чашку. Здесь у меня 1 килограмм филе рыбы. К рыбе добавляю 2 столовые ложки уксусной кислоты 70%. Друзья, не пугайтесь, это немного. Кислота у вас уйдет и в итоге получится очень вкусная и аппетитная закуска. Рыбу с кислотой очень быстро перемешиваю. Сюда добавляю 1 чайную ложку с горкой соли. Еще раз все хорошо перемешаю. Рыбу прикрываю сверху тарелкой или крышкой и оставляю, чтобы она постояла при комнатной температуре 2 часа. За это время рыба побелеет. Как говорят, она сварится в уксусной кислоте и выделит очень много сока. После этого я рыбу отжимаю. Сок нам не нужен. Я его выливаю. Рыбу отправляю опять в миску. Делаю небольшое углубление и начинаю подготавливать овощи. Так как для приготовления вкусной закуски мне потребуется еще много овощей. Одну крупную луковицу я нарезаю тонкими полукольцами. Кто-то в эту закуску добавляет морковь, даже и огурцы. Но я сегодня добавлю лук и морковь. На предварительно разогретую сковородку я наливаю 7 столовых ложек растительного масла. Сюда же отправляю лук и начинаю его обжаривать до румяного золотистого цвета. Далее беру 3 оставшиеся луковицы. Также нарезаю тонкими полукольцами. И на терке для корейской моркови натираю одну крупную морковь. Далее в рыбу добавляю 2 столовые ложки паприки, 1 чайную ложку острого красного перца, пол чайной ложки черного молотого перца, 1 чайную ложку кориандра. И сюда же отправляю горячий лук с кипящим маслом. Друзья, ароматы стоят на кухне превосходные. Уже мне хочется скушать эту рыбу. Но нет, мы продолжаем ее готовить. Очень хорошо перемешиваю филе рыбы со специями, чтобы они хорошо распределились. Далее к рыбе добавляю тертую морковь, подготовленный репчатый лук, 2 столовые ложки сахара без горки и 4 столовые ложки соевого соуса. Сюда же добавляю мелкорезанную кинзу. Не любите кинзу? Смело добавляйте петрушку. Но, друзья, с кинзой намного вкуснее эта закуска. Хорошо руками разминаю лук, зеленью и морковью, чтобы также лук пустил больше сока. Все овощи перемешиваю с рыбой. Сюда же добавляю 4 или 5 зубчиков чеснока. Я его пропустила через пресс. Еще раз все хорошо перемешаю. Попробую, хватает ли мне соли, сахара и специй. Если нет, добавляйте. Рыбу немного прижимаю руками, закрываю крышкой и отправляю в холодильник на ночь. Друзья, такую закуску лучше готовить с вечера, чтобы на следующий день к обеду отварить вкусную картошечку и подать с очень вкусной рыбкой. Приготовьте, друзья, вам этот рецепт обязательно должен понравиться и пригодиться. И если вам понравился мой рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также готовьте, как я, готовьте лучше меня. Все, друзья, я пошла обедать. Уж нет терпения ждать. Всем пока!